Повторяю, и краткое Олег, Анатолий и Фёдор. Антон Агудин громко и чётко проговаривает слова, чтобы коллега по команде, который принимает закодированную информацию, поставил в бланке нужную букву. От того, насколько внятно мужчина произнесёт слово, зависит скорость выполнения задания и правильность передачи радиограммы. Я её сначала принимал от коллеги, а потом её обратно ему передавал. У него было два бланка, у меня один. Соответственно, если на каком-то этапе мы напутали, получается, как сломан на телефоне. Он мне неправильно передал, я ему обратно её вернул неправильно. Соревнования нештатных команд-связистов подразделений ядерного центра проходят в два этапа. В практической части конкурсанты демонстрировали свои умения пользоваться радиостанциями. В теоретической отвечали на вопросы различного характера по знанию радиотехники и способах её применения в чрезвычайных ситуациях. На этом этапе команде из Нижнего Новгорода пришлось вспоминать школьную и институтскую программу и применять жизненный опыт. Каких-то глобальных сложностей на самом деле не возникло. Было тяжело с теорией, потому что не было изначально у нас этого текста подготовиться. Мы приехали и сразу кинулись в бой. Если бы было хотя бы у нас теоретические данные изначально, было бы попроще. Различные соревнования, тренировки и учения – это важная часть подготовки работников ядерного центра к действиям при чрезвычайных и аварийных ситуациях. Отдел ГОИЧС ежегодно организует состязания команд-связи постов радиационно-химического наблюдения и санитарных постов. Участники соревнований являются звеньями своих нештатных районных подразделений, которые уже потом мы привлекаем на всевозможные мероприятия. Ну, там, научение, ликвидацию чрезвычайных ситуаций. В этом году в соревнованиях участвовали 24 команды. В состав входили работники различных подразделений ядерного центра, которые в своей профессиональной деятельности не сталкиваются с практическим применением радиостанции. Рабочие, мастера цехов, научные сотрудники и руководители отделений – все они добровольно взяли на себя ответственность быть нештатными связистами и помогать людям в чрезвычайной ситуации. Елена Грискова, Владимир Лисик, служба новостей, СОРОВ-24.